Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на наши онлайн-трансляции. Вся информация, которая идет, обладает терапевтическим эффектом, позволяет даже в случае вашей ошибки с выбором, осознать и исцелить какую-то психологическую проблему, кармическую проблему. Вся информация идет от Всевышнего, поэтому даже если вы разочаруетесь в выборе карты, вы все равно получите максимальную пользу, максимальный эффект от вашего выбора. Сегодняшняя тема расклада «Если жизнь на Марсе». Предлагаю вам выбрать из шести карт, выбирайте те, которые вам подходят, и будем анализировать по очереди. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая карта. Итак, для тех, кто загадал первую позицию – влюбленные. Данная карта говорит о том, что человек влюблен в какую-то свою мечту, возможно, он мечтал в детстве быть космонавтом, и для него, по сути, не важно, есть ли жизнь на Марсе или нет, он все равно хочет посетить планету Марс. Возможно, вы один из добровольцев, которые записались в миссию НАСА, в тестовую программу НАСА для полета на Марс. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. Есть ли жизнь на Марсе? Туз Жезлов. Туз Жезлов характеризует очень напористых личностей. У вас главная цель Марс, неважно, есть жизнь, нет жизни, цель вижу, путь примерно понимаю и вместе с дубинкой весело шагаю по просторам. Это деловые люди, те, кто вне зависимости от средств, от возможностей пробивают себе дорогу в будущее. Вот такой вот второй вариант. Третий вариант. У нас восьмерка Жезлов. Восьмерка Жезлов говорит о новых возможностях. То есть, те люди, которые выбирают эту карту, обычно думают, ну, неважно, есть она жизнь там или нет, мы принесем ее на эту планету. И многие любители ботаники и других естественных наук, в принципе, понимают, с какой целью они хотят посетить планету Марс. Вот такой вот третий вариант. Четвертый вариант Иерофант. Для тех, кто выбрал эту позицию, могу сказать, вы не разочаруетесь. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни, это должна доказать наука. То есть, вы можете выдвигать гипотезы, но если наука доказывает, что есть жизнь, значит она есть. Если ее нет, значит четко нет. То есть, это волевое такое решение. Пятая позиция. Тусь кубков. Вы готовы дарить, вы готовы инвестировать в различные проекты по освоению Марса, по освоению Луны, а также для того, чтобы, пусть не копейкой, так лично помочь в организации этого проекта, колонизации Марса. И последняя, шестая карта. Шестерка кубков. Знаете, вот в данном случае могу сказать о вас, неважно, Земля, Марс, Луна, с любимым и в шалаше. Тепло и уютно. То есть, вот примерно так характеризуется ваша карта личности. То есть, неважно куда, хоть на Марс, мы парочкой с одарочкой едем, летим, стремимся посетить эту планету. Итак, вне зависимости от того, выбрали какую вы позицию, пусть, возможно, ошибились в своем выборе, пусть, возможно, вы разочаровались в своем выборе, либо наоборот, утвердили в своем выборе. В любом случае, эта информация имела терапевтический эффект и была полезна для вас. И, надеюсь, она где-то подтвердила ваше предположение относительно себя, относительно своих целей в жизни и помогла вам получить ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на наш канал, школа Таро Альвиен. Также вы можете принять участие в онлайн-гаданиях, которые публикуются на Инстаграме. И в группе ВКонтакте очень часто мы публикуем задания для развития ясновидения. И также вы можете найти очень много полезной информации, в том числе искрометный юмор. Благодарю вас за внимание, до новых встреч, всем пока!